Мне кажется, или ТикТок стал забывать, как выглядит простая и вкусная еда. Берем картофелины, у которых тонкая кожура, и делаем вот так. После чего просто разрезаем пополам, и они вот так вот стоят. Бритвенно-острым ножом от Самуры, само собой. Все, это делается на 3 секунды. Раз, два, и пополам. Все, две половинки, которые стоят. Берем чеснок, если есть однозубовый, то просто режем шайбами. Если нет, то берем по чесночине. Берем кусок вкусного сала, срезаем его с кожуры, нарезаем эту историю вот такими вот полосками. Тонкие, но длинные. На каждую картофелину кладем чесночину. Это очень просто. Накалываем небольшую змейку из нашего сала, примерно вот так. И пришпандориваем к картофелине. Все. Свежемолотый сверху на сало, все равно все стечет с ним вниз. Можно любые специи. Зира, куркума, прованские, что хотите к картошке. Можно немного посолить, но будьте аккуратны, исходя из того, насколько соленое сало. Иногда и не нужно вообще. Я добавлю немного остринки. Чутка чили хлопушек, которые будут раскрываться в этом сале, падая вниз. Стекая, раскрываясь в жире. Ставим на кусок сливоча, чтобы картоха не пригорела. Просто кусок сливоча и вот так надавили. Прекрасно. 200 градусов 45 минут. Либо как сало подзолотится. Вот такая вот красота получается. Посмотрим. Что мы в итоге получаем? Мы получаем шкварки, из которых весь вкус вытопился в картофель. Который стал просто идеально мягким и пропекся с чесноком. Такой вот рецепт. Можно шкварочки переминать с картофелем, а можно вот так взять шпажку и с печеным чесноком откусывать. Но я предпочитаю все снять вместе с печеным чесноком и вот так вот немножко перемесить. Сверху сметаны еще, ливаните. Это просто офигенно. Весь аромат сала и чеснока уходит в картошку. Спасибо всем, кто подписывается.